Мы на уроке, чтобы учиться, чтобы знать, знать, чтобы уметь, уметь, чтобы делать. Посмотрите на портрет. Знаете ли вы, кто это? Мы узнаем в конце нашего урока. Если все задания выполним правильно, будем переворачивать карточки с буквами. Проверяю ваше внимание. Продолжите ряд моих слов словом. Отвечайте быстро. Перед вами, ребята, задачки-шутки. Сколько концов у палки? У двух палок. У двух с половиной. Два, четыре, шесть. На столе лежат в ряд три палочки. Как сделать среднюю крайней, не трогая ее? Переложить крайнюю. Как с помощью двух палочек образовать на столе квадрат? Положить на угол стола. Росло четыре березы. На каждой березе по четыре больших ветки. На каждой ветке по четыре маленьких. На каждой маленькой по четыре яблока. Сколько всего яблок? На березах яблоки не растут. На столе лежало четыре яблока. Одно из них разрезали пополам. Сколько яблок стало на столе? Четыре. Таня выше Лены. Лена выше Даши. Кто выше всех? Таня. Ленту разрезали на три части. Сколько сделали разрезов? Два. За забором видны восемь зайчьих лапок. Сколько зайчиков? Два. Откройте тетради, запишите число «Классная работа». Посмотрите на ряд чисел. Ноль. Три. Шесть. Девять. Какую закономерность увидели? Правильно. Каждое число увеличивается на три. Допишите ряд до тридцати. Открываем первую букву «П». Перед вами математический диктант. По девять взять два раза. Восемнадцать. Найдите уменьшаемое, если вычитаемое семь. Разность девять. Шестнадцать. Первый множитель два, второй множитель семь. Чему равно произведение? Четырнадцать. Четырнадцать. Число шесть взяли слагаемыми два раза. Чему равна сумма? Двенадцати. Дважды пять. Десять. Какое слагаемое надо взять два раза, чтобы получить шестнадцать? Восемь. Два мальчика шли в школу. Каждый из них шел шесть минут. Шесть минут. Сколько времени потратит каждый мальчик? Шесть минут. У Миши было восемь конфет. Он угостил двоих своих друзей, отдав им конфеты поровну. Сколько получил каждый из них? Четыре. Сколько получится, если два умножить на один? Два. Посмотрите на числа. Что общего вы увидели? Они четные. Какие числа называются четными, которые делятся на два, или сумма которых состоит из двух одинаковых слагаемых? Какое слово получилось? Умножение. Как называется действие, обратное, противоположное умножению? Деление. Что такое умножение? Это сложение одинаковых слагаемых. Я внимательно посмотрела на слово и увидела нечто интересное. Посмотрите, какое слово спряталось в слове умножение. Ум и множить. Значит, с помощью умножения можно множить свой ум. Недаром говорят, математику учить, ум точить. Тема нашего урока – связь между компонентами умножения и деления чисел. Сегодня на уроке продолжим решать простые задачи на умножение и деление через связь с действием умножения и деления. Развивать умение решать занимательные задачи, логические задачи, закономерности числового ряда. Запишите произведение чисел 2 и 5. Какие еще выражения на умножение и деление можно записать, используя числа 2 и 5? 2 умножить на 5 равно 10. Используя переместительные свойства произведения, запишем. 5 умножить на 2 равно 10. 10 разделить на 5 равно 2. И 10 разделить на 2 равно 5. Что можем сказать о действии умножения и деления? Они взаимообратные. Открываем вторую букву. И. Замените, где возможно, сложение и умножение. Проверьте себя. Представьте числа в виде суммы одинаковых слагаемых. Числа. 12, 10, 18, 16, 14. 12 это 6 плюс 6. И 12 это 2 плюс 2 плюс 2 плюс 2 плюс 2. И еще раз плюс 2. Заменим умножением. 12 это 3 плюс 3 плюс 3 плюс 3. Заменим умножение. Остальные числа запишите сами и проверьте себя. Молодцы, ребята. Открываем следующую букву. Ф. Решите уравнение. Что такое уравнение? Уравнение – это выражение с переменной, значение которого надо найти. Повторим нахождение компонентов арифметических действий. В первом уравнении неизвестно уменьшаемое. Чтобы найти уменьшаемое, нужно к разности прибавить вычитаемое. Во втором уравнении неизвестно слагаемое. Чтобы найти неизвестное слагаемое, надо из суммы вычесть известное слагаемое. Проверьте себя. Открываем следующую букву. А. Настало время решать задачи. Сосчитайте число кусочков в шоколаде разными способами. 5 плюс 5 плюс 5 плюс 5 равно 20. 4 плюс 4 плюс 4 плюс 4 и еще раз плюс 4 равно 20. Замените умножение. 5 умножить на 4 равно 20. И 4 умножить на 5 равно 20. А как разделить эту плитку между четырьмя детьми поровну? 20 разделить на 4 равно 5. 20 разделить на 4 равно 5. Какой вывод мы можем сделать? Умножение и деление – взаимно обратные действия. Если произведение разделить на один из множителей, то получим другой множитель. 3 умножить на 5 равно 15. 3 умножить на 5 равно 15. 3 умножить на 6 равно 18. Между сколькими детьми можно разделить сливы? 15 разделить на 3 равно 5. 15 разделить на 5 равно 3. А клубнику? 18 разделить на 6 равно 6. 18 разделить на 6 равно 6. 18 разделить на 3 равно 6. Молодцы, ребята! Открываем следующую букву. Буква Г. Прочитайте задание. Найдите площадь прямоугольника. Что надо найти? Площадь. А что такое площадь? Площадь – это величина, которая показывает, сколько места фигура занимает на плоскости. Что измеряем, вычисляя площадь? Ее внутреннюю поверхность. Какими мерками пользуемся? Квадратами. Что надо сделать сначала? Измерить стороны. Измеряйте. Я вычислила площадь желтого прямоугольника. Правильно ли я нашла решение? Решение зеленого первым способом правильно. Вторым способом неправильно. Посмотрите внимательно. Площадь прямоугольника равна 3 см умножить на 4 см равна 12 см2. Площадь прямоугольника равна 3 см плюс 3 см плюс 4 см плюс 4 см равно 14 см. Почему эта запись неверная? Это периметр. Что такое периметр? Это сумма длин всех сторон прямоугольника. Ребята, не путайте площадь и периметр. Площадь. Открываем следующую букву О. Посмотрите на рисунок задачи. Составьте задачи на умножение и деление по рисунку. 8 вишен разложили на 4 пирожных поровну, поскольку вишен будет на каждом пирожном. Посмотрите на схему задачи. Запишите решение. 8 разделить на 4 равно 2. Ответ по 2 вишни. Следующая задача. 8 вишен разложили на пирожные. По 2 вишни на каждую. Сколько пирожных потребовалось? 8 разделить на 2 равно 4. Ответ 4 пирожных. Какие задачи получили? Обратные. Дополните равенство, ребята. Проверьте себя. Составьте и запишите следующее равенство со знаком деления. Открываем следующую букву Р. Мы отгадали имя великого ученого Пифагора. Пифагор родился приблизительно в 570 году до нашей эры на греческом острове Самос. Его отец занимался торговлей. В некоторых путешествиях Пифагор присоединился к отцу. Он изучал физику, астрономию, медицину, философию, политику, музыку и математику. У Пифагора было много учеников. Наблюдая за лунным затмением, Пифагор понял, что Земля постоянно движется и что она круглая. Его также интересовала музыкальная гармония. Пифагор был первым, кто записал гаммы и разделил музыкальный ряд на октавы. Пифагор достиг впечатляющих успехов в мире математики. Считается, что Пифагор открыл таблицу умножения. Иррациональные числа и, конечно же, самое известное его открытие – это теорема Пифагора. Подведем итоги. Оцените себя с помощью дорожки успеха. Оцените свою работу на уроке. Что вызвало трудности? С чем вы легко справились? Нарисуйте в тетрадях красный круг, если возникли вопросы. Желтый круг, если все было понятно. И зеленый круг, если все поняли и можете научить другого. На этом наш урок подошел к концу. Спасибо за урок. До встречи, ребята! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok